Музыка Только что вы видели действительно очень простой флориш с картой, поэтому прямо сейчас поставь лайк и напиши сомнения в комментарии о данном флорише и напиши, какие бы флориши ты хотел бы выучить в следующих видео. Не знаю почему, но мне этот флориш очень нравится, так как в конце появляется треугольник. А почему-то появление в конце треугольника людей очень сильно удивляют, и они такие, уго, как ты это сделал, и им это нравится. Хотя по факту это очень простой флориш, и вы это прямо сейчас узнаете. Не буду вас томить, погнали обучаться. Итак, вот и обучение. Это реально очень простой и очень красивый флориш с картами. В принципе, для этого флориша вам не надо много чего знать и много чего уметь. А вы всего лишь берете коду карт в левую руку, вот таким вот образом. После чего вы делите коду примерно пополам, и таким образом у вас сейчас две стопочки в двух руках. Далее вы ставите ваши руки наискось, то есть вот таким вот образом, и делаете обычные вот такие вот подснятия. То есть вот раз, два. И делаете их симметрично одинаково. То есть взяли, поделили, раз, два. Еще раз взяли. Колоду поделили на две стопочки. Сделали раз, два, три. И вот так вот для начала тренируемся, чтобы у нас получалось подснимать идеально. То есть мы взяли, бум-бум. То есть на самом деле очень часто у фокусников, не кардистов, очень часто одна из рук отстает, потому что вы взяли, допустим, в левую коду карт, и вы только в левой руке делаете подснятие, да. А в правой же руке вы, например, не можете сделать подснятие, как-то очень медленно. Поэтому очень важно сделать так, чтобы у вас в двух руках вот такие вот подснятия получались довольно быстро. То есть можете делать по очереди, то есть правая, левая, правая, левая, правая, левая. И таким образом тренироваться до тех пор, пока вы не возьмете, не поделите, не скрестите руки, и у вас не появятся одинаковые подснятия. Допустим, вы уже дошли до этого этапа, когда вы сделали одинаковые подснятия. После чего вы берете, заново ставите ваши руки по обычному, в правой стопочке, в правой руке вы берете примерно половину, просто отщипываете вот так вот, переворачиваете, подаете вот сюда, и в моменте вы здесь опять отсчитываете, это соединяете, а здесь делаете обычное подснятие, но не закрываете его. То есть вот, давайте еще раз, вот вы взяли, бум-бум-бум, и сейчас ваша задача не просто закинуть стопочку и закрыть ваш дисплей, а поймать, что у вас получился треугольник. Как же это сделать? На самом деле все очень просто, давайте еще раз. Вы поделили пополам, руки наискось, делали одинаковые подснятия, взяли, отщипнули, подсняли, оп, дисплей почти открыт, и вот сейчас мы должны сделать такой щелбан, чтобы наша стопочка так вот летела и не упала сюда, а уметь, пока она падала, мы здесь закрыли наш треугольник. То есть большим пальцем левой руки мы нашу стопочку опускаем, и мы ловим наш треугольник. Как же это сделать? Смотрите. Все, в принципе, очень просто. Берете и просто вы должны выловить тайминг. Тайминг того, как летит ваша стопочка. Я стану так, чтобы мне было более удобно. Смотрите. И вы, получается, когда вы ловите тайминг того, как летит стопочка, вы сможете вначале ловить вот так вот как-то криво, непонятно, некрасиво ваш треугольник. Но для начала, в принципе, и так сойдет, потому что вы только тренируетесь выловить тайминг того, как летит ваша стопочка, в какой момент надо закрывать, как ее бросать, чтобы треугольник получился более ровный. То есть вначале у вас будет получаться примерно вот так. Несколько минут, и вы сможете уже, допустим, ловить более ровно. То есть как-то вот так вот. И, допустим, пройдет еще несколько часов. И, допустим, пройдет еще несколько часов, и вы сможете ловить еще более ровно и красиво. И таким образом, буквально там за один день, за два дня, вы сможете выучить данный флориш. И таким образом, с каждой тренировкой вы будете все лучше и лучше улавливать тайминг того, когда ловить ваш треугольник. После чего, когда вы словили такой треугольник, вы берёте и делаете обычно ещё распоснятие. То есть вы опускаете здесь хват указательным пальцем, и вот эту стопочку вы поднимаете наверх, эта стопочка у вас падает, и это всё закрывает. То есть ещё раз, допустим, вот ваш треугольник, вы взяли, раз, два, и закрыли. Ещё раз взяли, поделили, сделали ваш треугольник, и вот тут поднимаем, это опускается, и мы закрываем. То есть по факту это действительно очень простой флориш, который я рекомендую выучить всем. Треугольник, который всем очень нравится. Треугольник очень всем нравится, поэтому всем рекомендую выучить данный флориш. Ребята, всем спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем спасибо, пока!